В результате тесного взаимодействия Следственного комитета и ФСБ России были полностью установлены обстоятельства терактов, совершенных в Волгограде в конце 2013 года, а также установлены и все лица, причастные к ним. Спустя всего три недели с момента первого теракта подрыва рейсового автобуса было определено местонахождение соучастника, это террористские смертницы Наиды Осияловой, Дмитрия Соколова и ряда иных участников Махачкалинской диверсионной террористической группы. Они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Вскоре удалось установить также непосредственных организаторов взрывов на вокзале и в троллейбусе, среди которых лидер диверсионной террористической группы Кадарская Джамалтин Мирзаев, а также его активные участники Юсуп Яхьяев, Насурла Тимирханов и Арсен Дадаев. Именно ими были подготовлены и оснащены террористы-смертники Аскер Самедов и Сулейман Магомедов, совершившие самоподрыв. Пособничество в этом им оказывали Аладдин Дадаев и Ибрагим Магомедов, которые предоставили им свои домовладения для временного убежища и изготовления взрывных устройств на основе гексоген-тротиловой смеси. Братья Батировы перевозили подрывников в Волгоградскую область, причем специально приобрели около 200 тюков сена, разместив их в грузовом отсеке автомобиля КАМАЗ, где и спрятались смертники. 5 февраля 2014 года в ходе спецоперации Яхьяев, Тимирханов и Дадаев были блокированы в доме Магомедова в городе Избербаши. В ответ на предложение сложить оружие они оказали сопротивление и были уничтожены. Сдался лишь Ибрагим Магомедов, который и дал показания на своих соучастников, в частности Аладдина Дадаева. Кстати, при обыске у него следователи обнаружили тайный схрон оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Часть этого оружия была изъята, остальное уничтожено на месте путем подрыва. Очевидно, что это оружие ждало своего часа, поэтому однозначно можно сказать, что в результате ликвидации и задержания участников незаконного вооруженного формирования следователи Следственного комитета и оперативные сотрудники ФСБ предотвратили и другие возможные теракты на территории России. В ходе следствия также был и установлен мотив, которым руководствовались террористы. А он, как правило, один и тот же. Это попытка дестабилизировать обстановку в нашей стране. Но им это, наверное, не дано понять, что такие случаи не только не запугивают наш народ, а напротив, могут лишь сплотить его. И за все время еще ни одному террористу, посягнувшему на наших граждан, не удалось остаться безнаказанными. Все они или привлечены к уголовной ответственности, или уничтожены во время спецоперации. И осуществить свою главную цель – дестабилизировать обстановку и посеять панику – у них нет ни одного шанса. А залогом этого является высокопрофессиональная работа спецслужб и других правоохранительных органов России, основанная на безоговорочной поддержке народа.